Дорогие друзья, я полагаю мы вполне можем начать. Программа записывается сегодняшняя и сегодня тема достаточно необычная. На самом деле я даже не знаю слышно меня или нет, но вроде бы как микрофон показан, что он работает. То есть сегодня мы поговорим вот о чем. Мы сегодня поговорим о новом проекте внутри старого проекта. То есть то, о чем мы в принципе я никогда не говорил. Это эзотерическая биржа. Ну, рабочее название будем так считать. Нет такого названия еще. Что-то будет другое. О чем идет речь? Ну, наверное, давайте все-таки я представлюсь для тех, кто меня, так сказать, не очень знает, кроме студентов. Кто-то слышал. То есть это, так сказать, работа достаточно тяжелая, достаточно интересная. И несмотря на то, что я являюсь руководителем центра Сангейс, Сангейс радио и веду передачи и путешествую, бываю в разных местах, являюсь психологом, нумерологом и так далее, это все то, что для души, будем так говорить. Потому что нет материального воспета, как вы сами понимаете, в нашем духовном понимании того, кто мы есть. Я не хочу сейчас какие-то вот эти все мотивы высшей материи, скажем так, сегодня об этом рассказывать. Но, тем не менее, какие-то ассоциации с этим будут, потому что, еще раз, body, mind, spirit, тело, дух, душа, тело, ум, душа – это те вещи, которые мы должны знать и иметь в виду. Но, живя в материальном мире, мы должны ходить на работу, зарабатывать деньги, поскольку сегодня, к сожалению, мы делаем то, чего никогда не делалось, я имею в виду, не делалось в те древние века, будем так говорить, до исторических мамонтов, когда земля никому не продавалась, то есть ее нельзя было продать, она ничья, как это, это природа, как можно продавать землю. Я имею в виду налоги на землю. Какие налоги на землю? Кто имеет право устанавливать налоги на землю? Я живу в доме, который я купил, почему я должен платить за еще налог на землю, на котором стоит этот дом. Она не принадлежит никаким Соединенным Штатам Америки, она не принадлежит другим государствам, она принадлежит вселенной. Это очень и очень негативно, очень плохо, но, к сожалению, мы все живем в такую эпоху, которая называется Кали-Юга, и где в эту эпоху продаются то, что нельзя продавать, и где полные люди находятся в полном непонимании. На английском это называется ignorance, по-русски это называется невежество, где они творят то, что они хотят, и не понимают, чем это им грозит. Намерение и, скажем, направление центра SunKate, с которым я руковожу, это дать информацию, которая при правильном применении, ну, должна помогать людям, вот так как они живут на всех, повторяю, уровнях, на материальном уровне, на духовном уровне, на энергетическом уровне и так далее. Ну, такая небольшая преамбула, предисловие к тому, чем мы будем сегодня заниматься. То есть я 20 уже, наверное, один год изучаю то, что называется биржей. Категорически неправильное понимание людей, что такое биржа. Ну, вот кто-то где-то кому-то когда-то сказал, все подхватили и начали все это дело развивать. Это гембл. Это гембл только в том случае, вот казино, это что было изобретено, когда вот в Сати-Югу не было такого. Правильно? Зачем? Что такое казино? Это идти на поводу каких-то инстинктов, причем не самых высоких, будем мягко говорить. То есть гембл, ну, зарабатывание денег и полагаясь на случай, на везение. Ну, есть такое. Люди везет, выигрывает в лотерею. Вопрос только другой. Куда они эти деньги потом применят? Первое. Второе, в общем-то, положено ли им по карме иметь эти деньги, поэтому это дело такое. Так вот, биржа при правильном понимании, при правильном использовании очень и очень и очень интересный и правильный инструмент для того, чтобы жить в этом материальном мире, в котором мы все живем. Мы все где-то учимся для того, чтобы пойти на работу. Если мы, нам не надо образование для того, чтобы копать, ну, сила там надо какая-то и выполнять распоряжение, то где-то мозгами шевелить надо, если мы хотим программировать и так далее, и так далее. И заниматься тем более бизнесом. Поэтому, ну, это вот способ зарабатывания денег. Другой способ зарабатывания денег, есть много на самом деле. Вот один из способов зарабатывания денег – это биржа. Но не игра, повторяю, на бирже, а работа на бирже. Потому что я, как шахматист, могу сказать, ну, шахматы – это тоже гэмбл, правильно? Можно на деньги играть в партиях. Но почему-то в головах и умах людей шахматы – это, ну, не знаю, это интеллектуальная игра. Это интеллектуальная. Там нет понятия гэмбл. А в бирже почему-то есть. Так вот, для меня, вот то, что я сейчас делаю, и то, что я делаю уже много лет, изучая этот вопрос, это комбинация, которая при правильном применении даст возможность получить какие-то бенефиты. Ну, какие мы выбираем сами. Значит, могу вам сказать, что все искренне хотят забрать у нас эти деньги, у тех участников биржи, потому что есть специальные силы, есть специальные компании, которые, ну, понятно, вот как казино хочет забрать деньги у тех людей, которые туда приходят. Значит, ясно. Здесь та же самая схема. Но вот надо быть очень и очень и очень понимающим, смарт, для того, чтобы не потерять их. Ну, и как раз-таки забрать у них. Вот они хотят у нас забрать, а мы хотим у них забрать. И это работа, и это заработок. Вот и все, больше ничего. Итак, поехали. Поехали. Ну, смотрите, что мы имеем? Мы имеем график YM. YM – это график Dow Jones Industrial Average. Dow Jones. Но заметьте, тут стоит девятый месяц 2016 года. То есть, уже два цикла прошло. То есть, каждый квартал, каждый квартал четыре раза в году, в марте, в июне, в сентябре и в декабре. Вот это все, ну, заканчивается срок воздействия этого индекса. То есть, это фьючерсы называется. И вот этот фьючерс девятого месяца 2016 года, так, а уже был двенадцатый, и сейчас работает, который срок действий истек в третью пятницу декабря месяца. И сейчас работает индекс 2017.03, марта 2017 года. Но, тем не менее, почему мы остановились здесь? Ну, вот смотрите, до сих пор мы общались, и я объяснял, как расчерчивается уровень для того, чтобы знать, куда мы идем. То есть, наша задача во всем этом деле, наша задача определить три точки. Три точки, точку входа, точку выхода, ну, желательно с профитом, и точку тоже выхода, но с потерей. Потому что стапы должны быть, как хотим мы этого или не хотим мы этого. Ну, вот сейчас я вам рассказываю то, чего, ну, как бы мы ни касались. О чем идет речь? О чем идет речь? Речь идет о том, что мы идем или вверх, или мы идем вниз. Мы должны определить, куда мы все-таки идем. Направление движения маркета. Вот в период, в период с октября месяца, и это заканчивается, с октября месяца 2015 года, и это заканчивается апрелем, вот на этом графике, на этой странице, апрелем 2015 года, видите, да? Даже 2014, а тут 2015 года заканчивается. Мы трейдаемся в ренче в пределах 15 180, и здесь 17 900. То есть разница достаточно большая. 2800 поинтов. Ну, смотрите, мы, вот здесь была нижняя точка, потом пошли вверх, потом мы пошли вниз опять на этой точке, потом мы стали идти вверх опять, потом мы стали идти вниз, потом мы стали идти вверх. Но заметьте, вот эта точка уже выше той точки, которая на этом графике. То есть как бы мы это все рассчитывали? Как бы мы все это рассчитывали? Ну, вот смотрите. Давайте мы проведем сейчас горизонтальную линию по вот этой верхней точке. Вот она горизонтальная линия. Закон гласит такой. Вот как только мы достигли этой точки, закон цифр линий Фибоначчи гласит так. То есть самая нижняя точка после этой точки, вот она была здесь, так, при расчете того, что мы пробиваем эту точку вверх, дает нам возможность установить таргет. И этот таргет будет вычислен с помощью так называемой outside extension, ну термин такой. И этот таргет будет вот здесь, 18800. Первый таргет. Сейчас не будем останавливаться, почему и как. Значит, студенты это знают, те, которые занимаются. Тут нет никаких вопросов. Вот кто-то у нас присутствует в комнате. Ну, вот человек уже знает, о чем идет речь. Значит, первый таргет здесь, пробивший этот таргет, мы идем сюда. Вопрос другой, мы сейчас будем рассматривать. Фибоначчи, главные цифры Фибоначчи, главные линии, которые мы расчерчим, которыми я обучаю, это внутри находится то, что называется retracement и снаружи, то, что называется extension. Что такое retracement? Повторюсь коротко. Это retracement, верхняя точка, нижняя точка, и после этого мы куда-то идем. Вверх. И мы проходим несколько важных уровнях. 38,2, 50%, 61,8, 78,6. Ну, студенты, те, которые обучаются в школе Dalty Trading Academy, они это, естественно, знают. И это наш, скажем так, коробка здания, которую мы строим. И вот эта крыша, так, вот эта земля, и все, что между ними, это плиты перекрытия, условно говоря, так как я делаю презентацию, ну, кто захочет, может увидеть. Вот эта линия красная и вот эта линия зеленая, это moving average, это называется. Это средняя линия за 50 дней, средняя линия за 200 дней, которая является, ну, суппортом или резистом, то есть линия поддержки, линия сопротивления. Это буквально второе-третье занятие в курсе, но иногда мы это используем, иногда даже я использую. Почему они здесь сделаны? Ну, вот так вот я, плюс тут даже еще и индикаторы есть, видите, вот, чего я обычно на графиках своих не использую, иначе тут и так миллион линий, ничего не поймешь. Но, тем не менее, посмотрите, видите, особенно красная линия, это за 200 дней, средняя цена за 200 дней. Значит, вот точка суппорта, вот точка суппорта, вот точка суппорта, вот она пробита, пошли вверх, вот точка суппорта, вот тут точка резистенс и так далее, видите, вот красная линия, она каким-то образом действует таким, вот. Но, тем не менее, мы на нее пока не обращаем внимания, а я хочу поговорить вот о чем. До сих пор мы использовали линии, вот здесь не написано, видите, Fibonacci Retracement, Fibonacci Extension. А вот это мы не использовали, Fibonacci Time Extension. Fibonacci Time Extension. Вот это то, что относится к эзотерике. Ну, еще раз, кодовое рабочее название – эзотерическая биржа. То есть, смотрите, линии Fibonacci, уровни Fibonacci показывают, куда мы пойдем, на какой уровень, то есть цену. А время они не показывают. Вот, к примеру, что здесь показано? Вот что на этом графике показано? На этом графике показана нижняя точка и показана верхняя точка. Вот, нижняя точка, верхняя точка. И между ними проведены линии Fibonacci. Причем, смотрите, Fibonacci Time Extension. Мы можем сделать template или шаблон, который я сделал. Ну, на определенных уровнях. Здесь стоят extension, повторяю, они продлеваются туда-вперед на 127% от 0 до 100. Да, да, 144, 161,8, 200, 261,8, 100%. Это так я сделал. Значит, любой человек, любой профессионал может это все сделать так, как ему заблагорассудится. Вот. Ну, еще раз, мое предпочтение таким образом. То есть мы ждем следующую линию вертикальную, где произойдет какой-то разворот. Вот о чем идет речь. Где произойдет какой-то разворот. Ну, давайте тянуть ее, эту линию. Давайте посмотрим, как оно было. Это не я сделал, это я просто распределил. То есть вот эта линия, она уже вперед идет. Вот после этой она появляется. То есть вот здесь мы можем предположить, что здесь будет разворот. Видите? И здесь произошел таки, да, разворот. Вот это мы не проходили. Это развороты, сделанные по принципу Fibonacci Time. Мы это не используем. Мы можем это использовать, но мы это не использовали до сих пор. Я о чем говорю? Я говорю о том, что никогда не было. Но дело в том, что я общаюсь с очень интересными людьми, с очень серьезными людьми. И, допустим, возьмем астролога. Астролог видит. Ну, есть такое понятие, астрокартография, допустим. Где какие-то могут произойти изменения, или какие-то события могут произойти где-то там, неважно, в небе. То есть вероятность, допустим, каких-то глобальных событий. Ну, не знаю. Землетрясения. Вероятность, еще раз. Не значит, что это произойдет. Но вероятность есть. И, возможно, достаточно большая. И они говорят. Вот смотрите, день, когда это произошло. 15... 8 июля... 8 июля... Какого? 2000... Не важно. 15-го года, да? Вот. Они это видят. Фибоначчи тайм показывает, что в этом варианте здесь что-то произойдет. Может произойти, повторяю. Может произойти. Значит, но мы к этому, так сказать, должны быть готовы. Верно? Давайте посмотрим. То есть наша задача... Наша задача... Наша задача. Определить как можно более точно точку входа со всеми параметрами, которые нам доступны, то, которое мы изучаем. Ну, еще раз повторюсь. Это для тех, кто уже что-то знает. То есть вот что я делаю. Я беру верхнюю точку, беру нижнюю точку и расчерчиваю уровни. Верно? Вот я расчертил уровни. Значит, смотрите. Вот после вот этой точки. Это была нижняя точка. Это была нижняя точка. Да? Мы пошли вверх и дошли до первого уровня. Вот он, 38,2. Вот. И что? Мы пошли вниз. Почему? Потому что тенденция до сих пор была вниз. Вот на этом промежутке времени. Поэтому первый уровень всегда делается sell short. Если бы мы это сделали 17,330, а здесь 17,030, значит, 300 поинтов. 240 минут. 4 часа, 8 часов, 12 часов. 30,030, 300 поинтов на Dow Jones, умножить на 5 долларов, это полторы тысячи за 12 часов, базируясь на одном контракте, используя только то, что мы изучаем, и больше ничего. Это точка входа. Повторюсь, поскольку тенденция была вниз, то отскок от какой-то линии, в данном случае, это первый уровень sell short. Что произойдет, если мы пошли бы вверх? Вот предыдущая верхняя точка это наш стаб. Вот здесь. Вот это наш стаб. Чуть-чуть выше этой точки. Правильно? Ну, такое правило. Ну, здесь совсем немного мы бы проиграли. Правильно? Окей. Следующее правило. гласит о чем? Как только пробивается уровень, а он пробит был чуть-чуть здесь, чуть-чуть здесь, то есть мы, вот бар открылся, мы пошли вниз, пошли вверх и пошли сюда. То есть это уже было показано о том, что мы пробиваем этот уровень. И на следующий день мы с гепом пришли прямо к этому уровню. пробив этот уровень 50%, мы идем к следующему уровню, 61,8. У нас всего их 4. Пробив следующий уровень, мы идем сюда. и тут мы попадаем в эзотерическую принцип биржи. Мы попадаем в Fibonacci Time. То есть у нас сошлось в одном месте уровень цена и время разворота. В данном случае это дало нам Fibonacci Time элементарно просто. Вот здесь написано. Те же самые цифры, 127,2. Те же самые цифры, которые мы видим здесь. 127,2 выше этого уровня. цифры везде одни и те же. И когда мы видим о том, что у нас идет и тут, и там совпадает, тогда наша надежда превращается в чуть ли не 100% уверенность того, что мы на правильном пути. Правильно? Логично? Логично. Окей. Повторюсь, есть люди, которые это, если не со 100% вероятностью прогнозируют, то с очень высокой вероятностью прогнозируют, так как с моей точки зрения, с моей точки зрения, пробивая один уровень, мы идем ко второму с вероятностью 80 и более процентов. Все, что нам надо делать, надо анализировать графики, больше ничего. Шахматист, который собирается выиграть у своего противника, он должен проанализировать ситуацию. Он должен проанализировать все варианты ответа своего оппонента. Он должен разбираться и в психологии, и во многих других вещах. если мы придем в казино и играем в автоматы, что мы можем проанализировать, простите, там нету никакой статистики даже. Ну, в рулетке там стоят какие-то эти, не знаю, стенды, где показано, сколько раз выпало то, сколько раз выпало это. вероятность, ну, по теории вероятность, вы же понимаете, если вы начнете, вот пять раз выпало черное, то, конечно же, в следующий раз вероятность того, что выпадет красное большая, а 10 раз еще больше, то есть очень высокая вероятность. Поэтому понятно, что вы ставите там на красное, но опять же, это удача, это лак. Здесь нет, здесь строгий математический или какой-то другой подсчет и очень, и очень серьезный. Почему? Ребята, это потому, что это придумал не Леонардо Фибоначчи, математик итальянский 11 века, который это, а он просто открыл, как взаимодействуют планеты между собой. Это эволюция, это вселенские законы, которые, как ни странно, каким-то образом работают в бирже. Они работают везде вообще на самом деле, потому что улитка, вот это вот, это ДНК, это жизнь на земле, просто еще раз, люди этого не знают. Хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. Еще раз повторюсь. Нижняя точка, верхняя точка, и мы сделали экстенция вправо. Следующая линия, 144,4,4. Еще раз, это шаблон, template. Посмотрите, она попадает ровно на нижнюю точку. Она попадает ровно на нижнюю точку. Ребята, это тем более важно, потому что это произошло 24 августа. Те, кто захотят посмотреть, можете посмотреть на sungateradio.com. И там есть блог, где 24 августа, но чуть ли не предсказано, то есть 1200 раз в течение 5 минут останавливалась биржа официально. Такого не было вообще в истории. Почему это произошло? То есть началось падение, совершенно дикое падение, и упало более чем на тысячу пунктов, упал Dow Jones в течение нескольких буквально минут. А почему все? А потому что в Китае якобы взорвали атомную бомбу. Якобы. Там был взрыв, но не атомная бомба. Вы думаете, астрологи этого не знали? Знали. Вы думаете, этого не было на небе? Было. Откуда взялась эта линия? Это же не я придумал. Она у меня давным-давно расчерчена. То есть от любой точки к любой. Значит ли это, что мы сюда придем? Нет, не значит. Но мы сюда пришли. И после этого начался подъем. та же самая схема. Мы берем точку верхнюю, берем точку нижнюю. Ребята, что мы получаем? Мы получаем 38,2, которая еще раз sell short. Но мы ее пробили. Мы пробили ее. То есть независимо, как низко мы пойдем, если только мы не пробьем самую нижнюю точку, мы идем сюда. Пробивая это, мы идем сюда. То есть выше этой точки мы просто-напросто покупаем еще раз пробили и не пошли вверх. Значит, следующий раз, третий раз, наверняка мы пойдем вверх. Видите? Вот покупка здесь. Если вы не сомневаетесь, покупая где-то, вот покупайте здесь. И мы идем сюда. Разница между ними, ну, много, короче говоря, много денег. Посмотрите, мы пришли к этому уровню 50% и резко пошли вниз. мы к нему пришли и как только пробиваем и следующий уровень, идем сюда. Если, конечно, мы не пробьем нижнюю точку, но мы ничего не делаем пока, мы ничего не делаем. Вот здесь мы показали, что мы пробили ее. Еще один пробитие и мы идем сюда. Вот здесь. Видите? а это точка. Линия сопротивления была пробита, она точкой стала суппорта, линией поддержки она стала. Соответственным образом, покупая здесь, мы выходим здесь. Здесь мы покупаем 16 550, 16 300 поинт. Те же полторы тысячи за 12 часов. И так на каждом уровне, ребята, и так на каждом уровне. Ищем следующую точку. Попадет или не попадет, ребята. Видите? И эта точка попала на точку разворота. Повторюсь, мы этого никогда не разбирали, но это работает. Попали ли мы в эту точку в соответствии с Фибоначчи? Нижняя была до этого, верхняя была до этого, и мы попали. Более того, здесь была линия, которая называется линия в песке, и эта линия совпала. То есть совпало опять все. То есть мы идем вверх, любой отскок сверху вниз, это покупка. Идем вверх, любой отскок вниз, это покупка. но в данном случае вероятность это очень высока, то есть чуть ли не 95%, почему? Оно совпало со временем, и оно совпало с этой линией. Вы представляете? Какова же здесь вероятность всего этого? Просто не, просто очень серьезная, очень большая вероятность. Поехали дальше. 261,8. Ну сказать, что мы сюда попали нельзя, хотя с другой стороны почти. Разница сколько? 240 минут, да? Ну разница очень небольшая. Разница небольшая. В течение полдня, если бы мы здесь купили, вот здесь мы купили бы, то есть почему именно здесь, ну я не расчерчиваю тут сейчас Fibonacci уровни, 17400, а здесь 17700, 300, те же самые 1500, те же 300 поинтов. Высшая точка, нижняя точка, и опять 61,8. Опять здесь первый уровень, здесь второй уровень, здесь третий уровень. Вы представляете, как это все работает, ребята? Ну, то есть, имейте ввиду, повторюсь, это 9, это сентябрь 2016 года, то есть, это то, что было дальше. Мы сейчас дошли до конца, да, значит, давайте мы это уберем, давайте мы это уберем, и оставим и оставим и оставим только то, если мы пробьем вот эту горизонтальную линию, была высшая точка, вот мы здесь уже ее пробили, то есть, это мы показываем, что мы идем куда? Куда-то она пропала, у меня эта точка, давайте еще раз нарисуем ее, вот была нижняя точка, вот была верхняя точка, вот наши уровни, куда мы должны прийти, вот, вот наши уровни, куда мы должны прийти, вот здесь мы показали, что мы идем к этому уровню, точка входа, это мы должны определить, вот эта линия, Fibonacci Time, мы здесь покупаем и идем вверх к этой точке, пример, почти дошли, но не дошли, вот здесь мы дошли до нее, и пробили чуть-чуть, спустились вниз, это означает, что мы идем уже и к этой точке, вот тут у нас все закончилось, так, вот тут у нас все закончилось, поскольку это был сентябрь месяц, правильно, сентябрь месяц, а вот теперь давайте мы сделаем настоящий контракт, кронит контракт, и вот здесь, помните, мы нарисовали вот эту точку, давайте мы ее сделаем точнее, нарисуем, вот это была верхняя точка, то есть тут есть некоторое несоответствие с чем? С тем, что контракты меняют, это же фьючерсы, они меняют свое значение, когда они переходят на новый срок действия, то есть наш таргет вот он здесь, но мы должны пробить эту линию, сейчас мы ее смещаем вот сюда, это была верхняя точка, и мы ее должны пробить, и тогда мы идем сюда, вот здесь мы ее пробили, то есть показали, что мы идем сюда, вопрос точка входа, это мы сейчас не разбираем, где она была, вот, второй раз пытаемся пробить, и вот выше этой точки мы уже точно подтвердили, что мы идем сюда, третий раз, и опять пошли вниз, четвертый раз, и опять пошли вниз, и вот здесь мы пробили ее, все, теперь мы идем точно сюда, вот он, все, вопросов нету, окей, теперь давайте мы сделаем вот что, убираем наши линии Fibonacci ну как они проводятся ну еще раз по-разному тут есть много вариантов time extension берем нижнюю точку здесь берем нижнюю точку здесь вот достаточно легко это применить вот здесь и вычисляем следующие наши пункты ну вот 161.8 мы попали точно сюда в эту точку то есть и она пробитие уровня мы показали что мы идем вверх но это те люди которые здесь поставили стапы то есть те которые играют на понижение и здесь у них стоят главные стапы их забрали эти маркет мейкеры которые делают их забрали и прайс повели вниз но вот эта точка уже показала о том что мы идем вверх вот здесь она показала да значит 261.8 последний уровень 261.8 вы понимаете да о том что эта точка входа могла бы быть она совпадает опять же 200 moving average она наверное совпадает с fibonacci уровнем вот была нижняя точка вот была верхняя точка да 38.2 то есть все сошлось в одно вы видите 38.2 мы идем вверх отскок вниз pullback вниз и покупка она совпала с уровнем она совпала с 200 moving average она совпала с fibonacci time ну как же здесь не покупать то есть здесь вариантов нету то есть вот это то что называется 90% вероятность и более и более да мы можем пользоваться вот этими вещами но как я уже сказал в самом начале я хочу привлечь сюда общаясь с людьми поверьте мне и сам разбираюсь во многих вещах где правда где неправда кто такие шарлатаны и так далее ну понятно что я не имею дело с шарлатанами тем более что ну так сказать я уже не за себя не только за себя отвечаю скажем а ведь те люди которые приходят и слушают наши программы они тоже разбираются во многих вещах я же не хочу никого подвести чтобы они куда-то пришли к кому-то на консультацию и те люди им сказали не то чего надо говорить поэтому я собираюсь привлекаться только людей которых ну вот скажем лично я проверил или тех которых я пользую сам лично советами которые лично мне помогают так вот поверьте мне что наверняка я не консультировался не знаю вот если я сейчас скажем буду в конце передачи я скажу что уже есть договоренность с одним человеком принять участие в этом проекте мы это будем тестировать совсем скоро в среду вот но я еще расскажу в конце так вот эта точка входа если мы здесь купили 17830 то вот здесь наверняка фибоначи уровень 18300 разница ну почти 500 пунктов то есть те же самые нет уже 2500 извините за 2 или за 3 дня отсюда до сюда 2500 на одном контракте ребят 500 долларов надо иметь на аккаунте чтобы трейдить один контракт 1000 долларов чтобы трейдить два контракта и 10 тысяч для того чтобы держать это на следующий день 8000 точнее 8000 но тем не менее если вы купили вы можете выйти к концу дня а потом опять войти то есть разница всего лишь с 4 часов ну по нашему времени по московскому это час ночи и мы держим это до 5 то есть с часу до 2 ночи по московскому времени у нас полная маржа так вот мы можем выйти за 5 минут до закрытия маркета потом час перерыв а потом начинается 500 долларов маржа всего лишь поэтому мы опять можем войти за этот час ну поверьте ничего не произойдет на маркете тем более что американская биржа закрыта поэтому это вообще не вопрос но мы то знаем о том что здесь покупка мы идем вверх следующий момент давайте мы это уберем опять уберем наша задача наша задача взять какие-то экстремальные точки от которых произошло какое-то серьезное падение ну я не знаю но вот здесь было действительно серьезное падение и здесь было падение попробовать можно допустим мы взяли еще раз вот эту точку мы взяли вот эту верхнюю точку от которой произошло падение просто у нас нету мы не можем растянуть но давайте верхнюю и нижнюю точку возьмем то есть вот эта верхняя точка вот эта нижняя точка то есть мы можем разные варианты пробовать следующий у нас уровень будет 261 8 вот он все кстати кстати это уровень 261 это наше время то есть это февраль месяц это буквально вчера было или под вчера это было то есть видите как это я вот сейчас так сказать даже для себя это узнал то есть вероятность того что мы пойдем вниз вот здесь достаточно высока имейте ввиду помните мы это распланировали то есть вот здесь уровень был следующий уровень был то есть вот он да 61.8 вот он уровень 19400 то есть пробив этот уровень мы должны покупать и мы точно знаем что мы придем сюда 18400 а здесь 19400 1000 поинтов здесь вообще 5000 долларов лежит на одном контракте и мы там без каких-то полбэков мы к нему пришли очень достаточно быстро то есть это было 4 ноября да а сюда мы пришли 24 ноября 20 дней ребят ну за 20 дней на двух контрактах 10 тысяч нормально пробили этот и вот здесь еще раз повторюсь здесь вероятность вероятность того идем вниз единственное что я вам хочу сказать вот что момент какой давайте мы сделаем здесь 15 минут к примеру 15 минут мы сделаем ну точно здесь какова ну скажем вот эта точка зная на большом промежутке времени что мы вот здесь можем делать sell short вот здесь 20200 20 извините 2600 здесь 20500 100 100 100 поэнтов вниз ну 500 долларов правильно 500 долларов вы знаете я что самое интересное я трейдл здесь здесь очень момент интересный сюда и сюда то есть я нарисовал опять же студенты это знает one on one pattern падение сюда падение сюда сто процентов ну тут достаточно просто как надо было трейдить и где надо было бы брать профит а теперь extension видите все очень просто это то о чем мы говорим ну практически на каждом уроке но надо этим пользоваться ребят для того чтобы получать профит вот наш кластер мы не можем ожидать что мы прям вниз почему потому что ну мы все время идем вверх то есть это все опасно на понижении действовать но тем не менее тем не менее видите тут очень и очень не объективная вещь и она без сомнения работать я в этом участвовал я мог бы показать вам сейчас свой аккаунт я действительно это все делал вот видите да вопрос сейчас другой заключается другом заключается вот если мы сейчас не пробьем эту точку вот мы уже прогнозируем на завтра на послезавтра знаю ну я имею ввиду на следующей неделе и пробьем эту точку вниз как это будет означать что мы каждый раз делаем lower low вот пока что мы делаем lower high вот мы не должны пробить эту точку во первых а тем более вот эту хотя цена показывает что мы почему-то не почему-то мы должны идти вверх так или иначе посмотрите наш индикатор вот средняя линия да это индикатор тоже который показатель да вот он только-только перешел за линию то есть его можно теоретически использовать но давайте посмотрим как Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите? Мы сюда пришли и пошли вниз. Здесь было пробитие, очень серьезный резистанс, которая вот здесь стала суппортом. Здесь была покупка, без сомнения. Без сомнения. И мы идем вверх, как не в себя, как до Луны. To the moon. Помните, да, мы нарисовали Fibonacci? Мы до нее почти дошли. Ну, 100% Fibonacci. Extension, ну, как бы есть. Но, не знаю. Две главные линии здесь. Тяжело, потому что только Extension работает, если мы каждый раз делаем New Records. То есть, теоретически мы можем идти даже сюда, 161.8, поскольку следующая линия после 61.8, 161.8. То есть, мы можем идти и вверх, 22480. Ну, временное падение, потому что так или иначе, где-то вот сюда мы должны прийти. То есть, как-то Pullback все равно так или иначе должен быть. Понимаете, мы пробивши вот этот уровень, до него никогда не вернулись. Мы шли вверх. То есть, этот уровень серьезный, вот этот 27.2. То есть, Pullback может быть вот здесь. То есть, видите, она подошла сюда. То есть, мы можем полететь вниз на 18500, а здесь 20500. То есть, это 2000 поинтов можем полететь вниз. 2000 поинтов – это много, если мы собираемся взять. Но опасная штука. То есть, рано или поздно мы, естественно, пойдем. Вопрос – когда? Вот в этом плане нам могут помочь наши, скажем, эзотерики. Это те люди, которые, ну, которые знают то, чего, скажем, я не знаю. Это парапсихологи, это астрологи в первую очередь, наверное. Ну, давайте я расскажу в среду. В среду у нас будет интересная встреча. Я договорился. И будет участвовать в этой встрече известная дама. Она очень серьезный таролог. Она относится к разряду, хотя она об этом не говорит. Я сновидящих. Я уже несколько раз был свидетелем этого сам. И зовут ее Эльза Хопотниковская. И мы с ней будем вдвоем в среду. Это будет очень рано по времени Чикаго. Ну, просто у нее она очень занятой человек. Это будет 15 часов дня по московскому времени. 6 утра это будет у меня. И мы с ней будем вести анализ перед маркетом в среду. И ссылочку я дам. Ссылочку будет на Фейсбуке. Ну, и студентам я тоже, естественно, ее пришлю. Кто-то хочет посмотреть. Но это очень серьезный проект, повторюсь. И полагаю, так там будет много людей участвовать. То есть я уже с ней же и проверил. То есть это очень серьезный проект. Она сказала, что это действительно одна из немногих, которые в этих вещах действительно разбираются. Окей. Значит, понятно, да? Понятно. Хорошо. Давайте мы с вами уберем этот график. Я обещал о том, что мы поговорим про рубль. 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 Смотрите. Смотрите. Я давно прогнозировал, и это было еще, как вы видите, в апреле 2016 года. Вот в этом месте. 31 марта 2016 года. Я сказал, что как только мы пробьем эту точку, а эта точка, ну, неважно, какая она, в абсолютных цифрах, то мы идем к этому уровню. Это рубль против доллара. Рубль против доллара. Рубль идет вверх против доллара. Доллар падает, рубль растет. И я сказал, что независимо от этого, куда мы упадем, мы идем вверх. И мы дойдем к этому уровню. Ну, скажем так, если здесь было примерно 1 доллар стоил, не знаю, я не сравнивал, можно посмотреть, это, скажем, к сожалению, в Ninja Trader нету графиков на рубль. Вот, испанский есть, там, PESA, Reale, а вот рубля нету. Поэтому мне приходится в другом формате это все показывать. Короче говоря, ну, чуть ли не в 10-12 долларов вот здесь вот лежит разница того, что было и того, что есть. То есть укрепляется. И когда все говорили, надо покупать доллары, я говорил, доллары не надо покупать, ребят. Вам надо покупать рубль, а не доллар. Вот. Это объективные вещи. И эти аналитики, простите меня, которые прогнозируют что-то, я не знаю, откуда они это прогнозируют. Это полный чушь. Где они это все это берут данные? Самые данные... Ну, так работает Вселенная, так работают законы вселенские. Просто если мы с ними не знакомы, это не значит, что они не работают. И очень жаль, что люди ими не пользуются. Я, кстати, к студентам своим тоже обращаюсь. Короче говоря, видите, это была линия поддержки. Мы на нее упали, пошли вверх, достигли этого уровня. Трейдаемся сюда, трейдаемся сюда. Опять упали. Опять покупка, ребята. Вот здесь мы показали, что мы идем вверх. Вот здесь мы пробили уровень. И мы идем сюда. Вот здесь была покупка опять. И мы идем сюда, к этому уровню. И мы его пробили, ребята. Что это означает? О том, что мы идем к этому уровню. Беда вся в том, что вот эти три главных уровня. 38,2, 50, 61,8. Три главных уровня. Вот здесь вероятность после пробития одного и мы идем к другому, 80 и более процентов. Здесь меньше. Но она очень высока все равно. То есть мы идем сюда. То есть рубль укрепляется. Мы идем вверх, ребята. Вверх мы идем. То есть вот здесь покупка на самом деле. Потому что пробили, опустились. Линия суппорта, покупка. Это трейдинг был бы. Я не могу трейдить рубль. Он у нас не трейдается в Соединенных Штатах. А вы трейдайте, те, кто россияне. Пожалуйста. Нет проблем. Идите на Форекс и трейдайте. Почему вы это делаете, не знаю. Так. Здесь показано 4 часа, ребята. Давайте переключимся на дневной график. Видите? Здесь картинка другая. Здесь картинка другая. Ну вот в чем дело. Вот это была нижняя точка. Пошли сюда и пробили ее. Это означает, что мы идем к этой точке. То есть мы до нее не дошли. И сейчас мы идем всего лишь. Мы сейчас идем вверх. Мы идем вверх. Но пока, ребята, мы идем временно вверх. То есть наступит момент, когда мы пойдем вниз. Вот о чем идет речь. Так. Так. Отсюда вверх. Отсюда вверх. То есть наши точки будут здесь находиться. То есть здесь покупать надо. Это мы только что определили. И мы идем вначале сюда. Пробивая эту точку, мы идем сюда. Но имейте ввиду, мы полетим еще ниже. То есть это означает, что если высшая точка, то есть если доллар стоил 80 чем-то рублей, 82, 80, это означает, что он будет ниже. То есть он когда-нибудь придет сюда. Вот. А пробитие этого уровня сюда. То есть тут где-то, наверное, подстольник. Ну, еще раз, когда это будет, мы не знаем. Вот здесь знают эзотерики, скорее всего, с которыми мы можем беседовать. Понятно, да? Значит, это то, что касается рубля. Окей. Давайте мы с вами сделаем график. Последнее, то, что я хотел показать. Так. Я хочу показать золото. Люди ведь гибнут за металл, правильно? Вот. Люди гибнут за металл. Давайте мы посмотрим. Так. Минута. Так. Значит, смотрите. Так. Ну, что мы тут можем сделать? Ретрейсмент. Сюда. Мы не зашли до этого уровня, 1222. Вот с какого-то уровня сюда мы стали подъем, подыматься. Верхняя точка, и оно попало на этот уровень. То есть, вот это уровень покупки. Вот здесь. Покупка здесь. Почему? Pullback сюда вниз, и мы идем вверх. Значит, какие наши таргеты? Первый уровень, второй уровень. Дошли мы до него? Нет. 47,9, но почти. 46,4. Полагаю, что дойдем. Смотрите. А теперь мы видим общую картину, верно? Мы не дошли до конца. Сейчас посмотрим. Мы видим общую картину. Первый уровень. Видите? И пошли вниз. Первый уровень. Повторяю, всегда sell short. Пробитие уровня. Забрали все стапы, которые были здесь. Пошли вниз. Следующая покупка, без сомнения. Куда мы идем? Сюда. 1209, 1235. Разница 26 долларов на золоте. Это 2600 на одном контракте. Вот здесь лежит. 2600. То, что мы идем сюда, сомнений нет. Ребята. Вопрос, хватит ли у нас, как говорит стамок, хватит ли у нас держать это все, временные падения. Хватит ли у нас. Но во всех вариантах мы идем вверх. Ок. Мы не пробили, мы не пришли сюда. Это показывает о том, что у нас трендс. Это показывает о том, что у нас серьезный наверх подъем. Мы пробили еще раз. Ок. И идем вниз, да? Видите, да? И идем вниз. Вот была нижняя точка, верно? Почему не здесь, не знаю. Значит, мы должны идти сюда, если только мы не пробьем. Значит, надо посмотреть. Но вот здесь конфликт. И достаточно серьезный конфликт. Потому что очень дорогое золото. Для этого надо иметь очень серьезные размеры вашего аккаунта. Значит, смотрите. С этой точки до этой точки мы идем вверх. Правильно? Значит, мы пробили этот уровень. Значит, наш таргет здесь. 1235. Вариантов нет. Но здесь мы пробили 38,2. Какой вариант предпочтительный? Мы идем вниз или идем вверх? Вдать вопрос я не буду, сразу отвечу. Вверх. Потому что здесь гораздо больше промежуток времени. То есть, где мы остановимся, это любая точка, это точка входа. Сейчас не будем вдаваться в детали. Еще раз, это для студентов, которые разбираются. Это можно провести занятие отдельное. Я буду объяснять. Вы смотрите, мы пробили это. Поэтому, значит, вот этот вариант, этот вариант уже не годится. Этот вариант уже не годится. Мы не пошли вниз. Мы не пошли вниз. Мы пробили эту точку. Значит, мы идем сюда. Верно? Берите? Что будет, если мы пробьем эту точку? Мы идем вверх. К этой. 1260. Вот мы дошли до сюда. 1243. Это была верхняя точка. Но здесь видите кластер? На самом деле, теория-то особо и не надо никакой. Ту книжку, которую я рекомендовал, которую у вас есть читать, надо ее очень и очень внимательно. Окей. Видите? Подъем. В смысле, вот здесь был кластер. Это здесь покупка у нас. Первый уровень и покупка. И мы идем сюда. И вариантов у нас 80%. 80% и более на том, что мы идем в эту точку. Ровно к уровню пришли. Вот здесь покупка. Ну что интересно, ребята, мы пробили этот уровень. Так же самое, как это было здесь. Мы пробили уровень. То есть мы должны были идти вниз. Я спросил, где, куда мы идем, вниз или вверх? Вот на большом промежутке мы идем вверх, а здесь мы идем вниз. Но мы не дошли до уровня. Не дошли до уровня. Того, которое надо быть. Но это лишний раз говорит о том, что мы на... Если мы идем вверх, ну, скажем, любая... Отскок вниз – это покупка. Вот здесь. То есть я предполагал, что мы сюда пойдем. Я предполагал. Базируясь вот на этом графике. Нижняя точка, верхняя. Так как мы это все изучаем. И сюда мы и близко не дошли. Значит, о чем идет речь? Мы сюда должны дойти только если в варианте, если мы пробьем... Значит, выше 247,9 – покупка. И мы идем сюда. И здесь вероятность вот этого очень высока. Вот где мы находимся сегодня. Покупаем или продаем? Гэмбл. Потому что точка наша здесь. Но точка наша здесь. Но мы почему-то отсюда пошли вниз. Почему-то. 240 минут. Как мы будем здесь трейдить? Никак. Значит, сдать надо. Теоретически здесь, поскольку здесь кластер, теоретически здесь. Видите, мы дошли в кластер и пошли вниз. Пробили кластер, здесь спустились, пошли вверх. Опять сюда. То есть теоретически здесь покупка. Теоретически здесь покупка. Потому что так или иначе мы идем сюда. Вот если мы здесь покупаем 1236, и 1260 выходим, это 2400 долларов на одном контракте. Чтобы его держать, вам надо иметь 6000 на аккаунте. Два контракта 12000 надо иметь. Но имейте в виду, вы уже можете проигрывать. 10 долларов. Смотрите, вот здесь-то было 1248, 1220 долларов. Вот 12 долларов. За 2... 1200 долларов мы проигрываем здесь. Вот. За один день. 1246, 1236. 1000 долларов на одном контракте. За один день. Значит, что будет, если мы пробиваем это? Вот здесь кластер. Правильно? 63 на 8. Значит, если мы пробиваем, мы идем вверх, базируясь на этом Фибоначи. Верно? Значит, какая наша сейчас задача? Если мы увидим, что мы идем вверх вот сюда, у нас сейчас легко мы можем определить наш таргет, базируясь на этой нижней точке, на этой верхней точке. Это у нас extension. Значит, первый... Самый главный таргет будет, естественно, вот здесь находиться. Но первый выход будет здесь. Значит, я полагаю так, что пробивая вот эту точку, сценарий вот такой. Ну, допустим, мы здесь останавливаемся. Допустим, мы идем вверх. Значит, мы идем где-то вот здесь. Пробиваем сюда. Где-то здесь, да? Идем сюда. Почему? Заметьте, я это показывал много раз уже. В других каких-то вариантах. Идем сюда. И в итоге мы идем вот сюда. Что здесь кластер? Здесь надо выходить. Так. Теперь последнее. Самое последнее. Значит, смотрите. У нас скоро занятие начинается, да? В центре Сангейс. Целительство энергетическое. Так. Что мы делаем? Фибоначчи Time Extension. Давайте мы сделаем вот как. вот в самые важные точки на большом промежутке времени. И вот здесь была нижняя точка. Вот нижняя точка. Давайте смотреть, что было. Еще раз, это не совсем, скажем так, reliable. Надежно. Почему? Потому что 240 минут. Ну, видите, да? Оно, так сказать, не совсем сюда падает. Вот. Оно где-то посередке. Ну, золото – это не показатель. Это не характерно, кстати. По золоту, наверное, нам нужны люди, которые в этом разбираются. Эзотерики, короче говоря. Фибоначчи Time здесь не пойдет. Я так думаю. Вот. За исключением... За исключением... Давайте мы это все уберем. И здесь у нас совсем другие показатели, ребят. Совсем другие показатели. Видите, это дневной график. Вот. Значит, вы помните, что золото было 2000, да? Когда-то, да? Вот. Видите? 1962. 1064. Ниже не было, да? Не было. Вот. То есть, наши главные... Первый уровень только находится здесь. 1400. Мы до него и близко не дошли. Правильно? То есть, мы можем о нем забыть. Его пока нет. Да? 1400. Это нам надо несколько график, чтобы не путаться. Давайте мы сделаем. Нижняя точка. Верхняя точка. Почему эта точка была точкой входа? Видите? 1135. Мы дошли до 1128. Почему? Здесь был gap. Вот здесь. И это была точка входа. Это line in the sand, правильно? Это line in the sand. Вот эти линии. Line in the sand. Но они должны координироваться теперь с этим вариантом. На дневном... То есть, еще раз. Triple screen. Помните? Elder. Elder. Ребята, мы должны эти все вещи помнить. То есть, мы должны анализировать с этого. Итак. Первый уровень. 38,2. Вот он. Где мы находимся, ребят? Мы находимся здесь. 1258 наш уровень. Верно? Наш график. Наш следующий. Наш следующий. Вот смотрите. Первая линия, вторая линия, третья линия. Вот здесь она совпала. Четвертая линия. Вот она совпала. Мы пошли вниз. 200. И следующая 261,8. Она будет еще в мае, в конце мая, в июне месяце. Есть еще одна вещь, которую я вам не показал, но нет времени. Есть, скажем, тоже к эзотерике относятся. Это разворотные варианты. Разворотные варианты. Значит, смотрите. Еще раз повторюсь. Первый уровень пробит. Мы дошли до сюда. Значит, мы находимся между уровней. Где наш таргет? Вот. 1258. Верно? Это то, что мы показали там на 240 минут. Ну, там точнее будет. Верно? Заметьте. 27,2, 61,8. Мы точно пришли сюда и пошли вниз. Видите? Мы точно пришли вниз. Значит, единственное, какое у нас есть... Сейчас вы видите, да? Вот. Вот. Мы ровно, ровно, ровно пришли. Вот здесь гэп, видите? На Дейли. Гэп. Гэп должна заполниться. Закрыться. Но здесь гэп есть еще. То есть гэпов много. Просто куда? То есть, вот мы не можем с Дейли. Мы знаем наш таргет здесь. Вот мы должны записать 1258,6. Все. Вот мы идем сюда. Вопрос только... Вот здесь мы уже показали, что мы идем вверх. Если бы мы купили здесь, да? Здесь, конечно, мы взяли бы правит, но вот сюда мы упали. Но потом опять пошли вверх. Поэтому, ну, не знаю, инвесторы, которые будут привлекаться, и точка входа инвесторов сюда довольно большая. 100 тысяч долларов надо иметь, чтобы войти. Они имеют возможность получить очень большие деньги. Очень большие деньги. То есть, что такое 20% от 100 тысяч? Это 20 тысяч. Правильно? Так вот, 238, 1258. Вот здесь уже 3000 лежит. На одном контракте, ребята. На одном. Ну, так понятно, что мы здесь купили, здесь купили, здесь купили. То есть, здесь вероятность очень высока. Поэтому, у кого есть вот такие возможности, участвовать было бы неплохо. Вот. Вот. 290, 247. ну такое впечатление что мы все-таки идем вверх что мы все-таки идем вверх такое впечатление еще раз повторю да ну вот все подтверждает что мы идем в 1258 ну точки входа но вот точка входа вот еще одна точка входа это все суппорты если мы сюда упадем то здесь но держать надо короче говоря поскольку первый таргет здесь но повторюсь еще раз нам надо быть выше этой линии чтобы подтвердить о том что мы идем вверх выше этой линии нам надо быть выше 1246 4 еще раз мы находимся между уровнями и конечно мы идем вверх вот если мы упадем сюда то мы закроем гэп и здесь 1234 хорошая покупка вот здесь 1234 51232 и 7 но только повторюсь золото очень дорогое друзья спасибо за внимание я вижу о том что только один из студентов присутствует все остальные заняты ну жалко что те люди которые заняты они не имеют преимущества поздравляю единственного человека это все у нас на интернете будут поэтому имя называть не буду поздравляю того единственного человека который находится здесь поскольку вот как раз таки у него должно все получиться только надо время уверенность ну еще раз обращайтесь короче говоря если надо будет помощи если будут вопросы какие-то в обучении и в эзотерическом вот этой бирже среды повторюсь среда среда три часа дня по московскому времени будет очень известный и интересный человек вместе со мной мы будем анализировать разные варианты маркета то есть разные инструменты форекс куда мы пойдем форекс это евро ну опять же я посылаю графики и это прямой руководство куда мы идем и что надо трейдать нету времени у нас уже на сегодня поскольку сейчас у людей занятия будет но тем не менее друзья я вам желаю успеха и процветания имейте ввиду это все действительно работа действительно очень тяжелая работа это это не гэмбл ни в коем мере на любом этапе могут оказать кто не согласен тот не согласен это дело такое кто-то же верит бога верно это кто-то же не верит ничего заставлять людей как неверующих атеист верить бога ну это их не дело но тем не менее кто готовый те могут получить серьезные бенефиты все друзья спасибо большое я на этом заканчиваю программу запись она будет во всех вариантах и она будет на ютюбе и она будет для нашего частного пользования для студентов на моем канале это как называется 100 давайте мы с вами вместе посмотрим я уж не помню дал тик трейдин акедами по-моему это называется да давайте я сейчас вам покажу вот вот дел тик видите трейдин акедами минус ар ар это рашин русские я немного здесь делаю на самом деле каких-то там видео поскольку все таки на английском языке больше там графики делаю но ставить на английском языке это значит подвергать так трудностям подписчиков а так и так ну иногда делаю иногда нет короче говоря вы можете посмотреть видео там какие-то открытые какие-то закрытые вы видите открытые уроки там есть дл тик дл тик трейдинг акедами минус ар записывать не надо поскольку это будет оставаться так у нас достаточно долго пока я не закрою конечно этот урок тут какие-то вещи которые но только студентам должны быть понятны хорошо всем спасибо а